Мир детства прекрасен и беззаботен, и лишь светлые воспоминания связаны у большинства с этим периодом. Но в волшебном мире существуют свои проблемы, порой серьезнее, чем можно представить. Все мы родом из детства. Фраза появилась не случайно, ведь взрослые вопросы чаще всего корнями уходят в неразрешенные детские проблемы. И возможно, если поговорить с ребенком, попробовать его услышать, понять и помочь ему в такой важной головоломке, даже если она кажется незначительной, Возможно, это станет очень важным шагом на пути к счастливой взрослой жизни. Мы взрослые зачастую точно знаем, что нужно нашим детям. И вот так навязываем. Говорим, надо идти туда, делать вот то, и получишь вот так, и будет тебе счастье. А мы стараемся их услышать. Мы стараемся их услышать и поговорить по душам, и понять, а что же действительно нужно нашим детям, вот в каком направлении нам дальше надо двигаться. Вот этот девиз – ничего для нас без нас. И когда разговариваешь с маленьким человеком, да, либо с подростком, и узнаешь его больше, и вот эти какие-то идеи и решения задач, они приходят сами по себе. Их только нужно услышать и попытаться реализовать. Центр «Территория подростков офлайн» открылся в прошлом году. Сейчас это любимое место ребят из округи. Почему? Да потому что здесь их безопасное пространство. Здесь дружеское все. Даже такие далекие и непонимающие взрослые и те понимают, слышат, и им можно доверять. Идея, конечно, была такая, что подростки, которые ничем не заняты, это трудные подростки, которые могли бы приходить в какое-то пространство, где они могут найти какой-то развивающий досуг, получить поддержку психологическую. И, в общем-то, была такая простая идея. Но на самом деле она вылилась в то, что сюда приходят подростки разные. И здорово то, что они приходят, просто вот они шли мимо, увидели вывеску или там в интернете и зашли. То есть это такой, так называемый, низкопороговый вход. То есть мы просим только согласия от родителей, чтобы они понимали, где их дети находятся. Подобные центры действуют на волонтерской основе. Здесь проводят мастер-классы и беседы. Сюда можно прийти за помощью профессионального психолога. Причем и подросткам, и их родителям. Сложности родительско-детских отношений, проблемы отцов и детей. Будто взрослые и подростки говорят на разных языках. Часто порождает большинство серьезных проблем. Но это возможно исправить. Ребята спрашивают, когда в конечере откроетесь, когда еще где-то откроетесь. В общем, мы над этим работаем. Мы на данный момент также на грантовой основе подали заявку об открытии аналогичного подросткового пространства. Возможности с несколько другой концепцией. Потому что нужно максимально расширять возможность концепции и выбора для ребят. Именно на территории Конищева. На базе библиотеки. То есть там Козаводская. Там очень классная библиотека с новым ремонтом. Там большие ресурсы вообще для ребят, для того, чтобы они там собирались. И вот хотим попробовать еще в таком формате. Кроме того, в районных областях. Тоже сейчас выезжаем в районы и ведем переговоры о том, чтобы по возможности в муниципалитетах тоже создавались такие пространства. И уже есть примеры положительные в Клепиковском районе. Кроме того, в задумках аппарата детского омбудсмена региона создание школы осознанного родителя. И это еще один шаг на пути к пониманию наших детей.